Привет, друзья, ученики, просто случайный зритель. Наконец-то мы собрались втроем в очередной раз и снимаем сегодня для вас ролик. Не пропустите, сегодня будет две очень интересные темы. Одну я уже анонсировал, это о подходе для девчонок через призму мустрального цикла к тренингу, к питанию, к другим вопросам. И девчонки подготовили для вас очень интересную тему, которая актуальна всегда, будет актуальна, вызывает огромную кучу вопросов. Одни говорят одно, другие говорят другое. Что же это такое? Это молочка. И давайте начнем говорить. Вы можете присылать вопросы в прямой эфир, за которые отвечает у нас сегодня вот эта прекрасная девушка. Куда присылать вопросы? Ну, все смотрят эфир внутри Кабади. Соответственно, просто пишите свои вопросы сюда. Я буду заранее, прошу за это прощение, опускать периодически глазки вниз и смотреть просто в телефон. Если будут какие-то интересные вопросы, я их буду вносить в наше обсуждение. Если вы будете задавать вопросы, которые у нас и так запланированы в обсуждении, вы меня извините. Я раньше времени поднимать не буду, просто чтобы не сбивать наш разговор. Так что все вопросы, которые вы хотите озвучить прямо сейчас, это внутри Кабади присылайте. И самое главное, старайтесь, чтобы вопрос был каким-то интересным, креативным. Тогда он точно прозвучит в прямом эфире. Но не расстраивайтесь, если девчонки или я пропустим какой-либо вопрос. У вас всегда есть возможность написать девчонкам стационарный пост. И они обязательно вам на него ответят. Как раз специально для этой темы я буквально 2 минуты назад разместила пост про молочку у нас на страничке. Поэтому под этим постом любые вопросы, если что-то не успеем ответить сейчас, обязательно ответим в инстаграм под пост. Ну что, начнем обсуждать, опускать молочку. И Элла начнет нашу с вами дискуссию. Ну, скажем так, конечно, здесь нет однозначного такого ответа. И все хотят знать, можно ли кушать, но можно ли пить, меня спрашивают. Можно ли пить молоко? Сразу хочу сказать одну вещь. Молоко – это не напиток, хотя он и жидкий. Молоко является едой. И это отдельный прием пищи. Если у вас нет проблем с молоком, если у вас нормальная переносимость, то почему бы и нет? Я знаю, у Аллы очень много, и есть что сказать по этому поводу. Я дам ей возможность сейчас поговорить. Нет, на самом деле, да, действительно, почему все боятся именно, ну не боятся, а почему столько разговоров вокруг молока? Именно потому что есть лактоза, которую изначально, еще там в древних времен, наши предки не употребляли. Просто не употребляли во взрослом возрасте. Все пили молоко только при кормлении у своей мамы. Сейчас как бы молоко вошло в нашу жизнь, долгое время считалось полезным. И по большому счету, если у вас нет непереносимости лактозы, вот этого компонента, вы молоко можете пить. Ничего страшного для вас в нем не будет. Например, я просто сужу своему мужу, он прекрасно пил молоко на протяжении всей взрослой жизни. Он не испытывает никакого дискомфорта, не испытывал, и как бы почему нет? Это вот чисто вопрос вашего здоровья. Вы хорошо себя чувствуете после молочки? Вы можете ее кушать. Вы плохо себя чувствуете? Убирайте ее. Это что касается именно про молочку в смысле здоровья. Про молочку в смысле фитнес, похудения, стройности – это уже немножко другой вопрос. Скажу, вот почему Элла сейчас не дала слово. У меня был интересный момент. Я очень люблю молочку. Творог долгое время был в моей жизни. То есть я рождена в Украине, живу в Соединенных Штатах не так давно. Соответственно, творог вокруг нас. Нам с детства рассказали про то, как это важно и полезно. И я когда сюда приехала и стала заниматься сначала с Эллой, она мне стала коучить по питанию, плюс потом еще в моей жизни появился Егор. И они мне вдвоем говорили, когда мне казалось, ну вот-вот уже очень рядом, но результат не наступал, они мне вдвоем говорили – убери молочку. И вдвоем, когда мы уже стали на нее наезжать, она наконец-то решилась попробовать. На самом деле нет. Знаете, когда на тебя сильно внушают – убери молочку, убери молочку. Я еще козерог, я, видимо, своим козьим рогом вот очень сильно не хотела этого делать. Потом в какой-то момент я решила сама. А почему бы нет? Почему столько шумихи вокруг молочки? Данька, я попробую. Я ее убрала, я не кушала ничего молочного практически два месяца. Параллельно я все равно правильно питалась, я занималась. То есть, если вы уберете молочку, а оставите булочки с пончиками, что-то не произойдет. Лучше наоборот. Лучше молочку тогда оставьте. Да, молочку оставляйте. Да, то есть проблема в молочке не будет в плане, когда вам надо сбросить 10 килограмм. Молочку стоит убирать, когда у вас остались противные килограммчика полтора-два, и вот никак. Как бы я убрала молочку, могу сказать, что да, результат пошел быстрее. Я его увидела быстрее. Это один момент. Второй момент, который вот я заметила на себе, надеюсь, что у нас основная аудитория женская, несмотря на Егора. Что значит надеюсь? Она у нас теперь еще увеличилась. Я надеюсь, что нас смотрят и мальчики, и девочки, потому что, как многие заблуждаются, на самом деле мы не сильно отличаемся друг от друга. Мы как-нибудь поговорим об этом. Мы отличаемся чисто гормональным фоном. Вот и все. Если брать человека как какую-то модель, что такое модель человека? Это скелет, эндокринная система, ЦНС, мышцы и, в принципе, может быть, даже и все. И вот гормональные уровни у нас отличаются. Кстати, еще чуть-чуть дополню здесь важный момент, чтобы вы понимали. Лактоза. Лактоза – это сахар, молочный сахар. Тогда для многих, может быть, станет понятен принцип употреблять или не употреблять молочку. Если вы все-таки употребляете молочку, вот рекомендация чисто от меня, потому что я сейчас смотрю на мир через призму инсулина последние пару лет, многие меня в этом упрекают. Но поверьте, когда вы тоже станете это делать, ваш процесс построения тренинга и вообще жизнедеятельность сильно улучшится. Не ешьте молочку во второй половине дня. Не ешьте молочку любую, не пейте молоко и кефир в последний прием пищи. Почему? Потому что это сахар, как мы знаем. А молочка, сейчас очень многие снимали ролик, ели творог и делали себе тест инсулина. Но это глупо, потому что не будет сразу выброса инсулина. Молочка так устроена, она выбрасывает инсулин только через 40 минут. Понимаете? И как раз-таки вот нам перед сном выброс инсулина не нужен. Кушайте смело утром вместе с кашей. Ну давайте договорю тот женский момент, который я хотела сказать. То, что я действительно увидела по себе, гораздо меньше стало целлюлита банально. Потому что вот даже не могу на 100% объяснить биохимию, может быть, тут Элла более четко расскажет. Но вот, видимо, вот этот самый молочный сахар, он откладывается именно в ненужное место. Поэтому, как только я убрала молочку, я сразу где-то через месяц вот заметила, что вот на бедрышках целлюлита стало практически незаметно. Хотя при всей моей фитнес-фигуре, при всем моем активном образе жизни, он имел место быть, к сожалению. Но ты наговариваешь на себя, у тебя не было такого, я говорю, что целлюлита, вы не подумайте. Но мне не нравилось. Мне не нравилось, да. Если у вас появился целлюлит, вот корка, которую вот так вот видно уже, это вам ничего уже крови хирурга не поможет. По гоню никогда. Нет, ребята, опять же, я вот в самом начале сказала, повторюсь, мы говорим о той стадии, когда вам уже хочется отточить, а отточить не получается. Когда у вас корка, как сейчас выразился, Егор, и вам нужно сбросить 10 килограмм, а не 1 килограмм, убрать и подсушиться. У вас в стадии 100%. Да, тут не о твараге речь. Мы сейчас говорим о той стадии, когда вы уже в фитнес-форме, когда у вас налажено питание, когда вы понимаете, что вы едите, когда вы едите, и вам осталось чуть-чуть. И вот если вы хотите это чуть-чуть получить, тогда встает вопрос молочек. Вот только тогда. Я прочла один вопрос от нашей подписчицы, он актуальный. Мы говорим сейчас о молочке в целом. Единственное, что я вот прочла недавно, что единственный продукт кисломолочный, который не вызывает такого выброса инсулина, это сыр. Твердых сортов только, друзья. Если сыр, который вы будете кушать в России и в Украине, если вы будете кушать вот эти мягкие сыры, которые неизвестно, из чего производятся в России и в Украине, но не знаю, как в Украине, в России сыры очень плохие. И кто, у меня есть друзья, кто работал на сыробазах, это страшно, из чего его готовят. Извините маленькие, девчонки, если вы не хотите казаться очень большими, я сижу сзади, вы еще все больше сюда наклоняетесь, не забывайте, у нас три камеры. Смотрим сюда и просто вы будете касаться реально качками, а я буду трещом. И мы потом скажем, ну, с кема. В первую очередь я субер, да, а то скажут, пригласили какого-то креща, он меньше, чем у девчонки. Понятно. Скажу сейчас одну вещь вам сразу, пока она у меня возникла. Почему? Мне говорят, ну, как же, вот раньше нам давали в детском саду, мы запивали молоком. Друзья мои, во-первых, вы уже давно не в детском саду, если вы смотрите наш канал. Начнем с этого. Во-вторых, как работает молоко, когда оно попадает в желудок и кишечник? Почему его нельзя с другими видами пищи? Да. Потому что, как вы знаете, я думаю, что вы знаете, потому что наша публика, интересующиеся люди, у каждого продукта питания свое время переваривания. То есть нахождение, прохождение вот этого вот пути отсюда туда. Вот разное, да? А молоко еще имеет такое свойство обволакивать кишечник, стенки желудка, стенки кишечника. И все то, что вы приняли до, может быть, за 5-10 минут или после 5-10 минут, это все обволакивается и сидит внутри, гниет. И будет оно там гнить до тех пор, как Егор сказал, 40 минут. Оно идет, даже молочко переваривается, 40 минут. Вот если оно там будет все сидеть, и только после этого как-то что-то где-то, то есть не может у вас получиться полноценного переваривания пищи, то бишь, вы никогда не сможете получить пользу от продуктов съеденных. А сделайте только хуже. У вас будет вздутие живота, у вас будет какие-то неприятные, неприятные газообразные выделения, ощущения, скажем так, и мы этого не хотим. Неприятные для окружающих. Да, и для вас тоже. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется кофе с молоком на душе. Кофе в принципе на душе, а с молоком кинтуре. То есть, Элла, ты не рекомендуешь, да, я часто завтракаю овсянкой с творогом, причем перемешиваю это все в одной тарелке. Это разные вещи. Это разные вещи. Да, это разные вещи. Я просто думаю, что ты рекомендуешь разделить приемы. Окей, вообще кисломолочные продукты, это немножко другая. Там нет практически лактозы. Там практически нет, вот она есть, но не в таком количестве, в котором она находится в молоке, скажем так. Кисломолочные продукты, кроме того, что в них нет такого огромного содержания сахаров, но мы сейчас не говорим с вами о людях, которые хотят похудеть. Мы говорим о людях, которые хотят питаться здоровой пищей. То есть, ПП, ЗОЖ, вот это, да. Кисломолочные продукты имеют в себе еще пробиотики. Вот они чем полезны. Если они сделаны в мастер-катуральной молочке. Да, если, конечно, это сделано где-то там, мы не знаем, где с добавлением чего-то, мы не знаем, напрашивается сразу еще одна вещь. Никогда не покупайте ничего обезжиренного. Кстати, да, хотя многие питоняшки, я смотрю, все советуют. Люди не понимают, молоко, вообще молочный продукт обезжиренным быть не может. Просто по определению. И когда вы читаете, что это обезжиренно, это значит, туда добавлена такая хрень. Это добавленные искусственные жиры по-любому. Вот ради эксперимента возьмите на полке один и тот же бренд. Два греческих йогурта или два творога. Я такой эксперимент проводила. И почитайте внимательно состав. Ингредиенты, да. Один, 0% пускай был жирности, второй нормальный, там, 5-9%. Лучше взять жирный, чем один жирный. В этом будет два ингредиента или три. Да, в этом будет два остатка. Просто количество ингредиентов добавлено. Самое главное, смотрите, что идет первым, первым пунктом. Чего больше в продукте всегда должны писать по ГОСТу первым номером. Да, да. И второй момент, что кроме того, что там будет в принципе гораздо больше ингредиентов, потому что будет добавлено больше консервантов, больше каких-то эмульгаторов кислотности и всей остальной очень полезной усилителей, усилителей куса. Да, потому что обезжиренный творог есть невозможно, он очень вкусный. И второй момент, что там будет банально больше сахара. Того же углека. А это то, что мы пытаемся избежать. А если мы худеем, если мы хотим похудеть, мы себе взяли 0% жирности, но получили отличную дозу сахара, получили инсулин на ночь, если мы творогом поужинали. Вопрос был у нас уже в инстаграме, я видела, а кефир в 11 вечера перед сном, кефир это та же кисломолочка, это тот же творог. Вы получите тот же выброс инсулина, к сожалению. Другой вопрос. Я не рекомендую. Извините, нельзя вообще перед сном ничего, кроме чистой воды. Друзья, вот если вы ложитесь спать и хотите что-то съесть, неважно, в жидком виде или даже протеин, нельзя ничего в себя пихать за 2 часа до сна. Запомните, ничего, кроме чистой воды. Даже без добавления какого-то кудового-то. Но тут же я сейчас сразу хочу сказать вот еще что. Это одна крайность, да? Другая крайность, когда вы говорите о том, что после 6 часов не они ем, это еще хуже. Потому что, вы понимаете, это пришло вот откуда. Раньше говорили, после 6 не нужно кушать, потому что мы ложились спать в 9, друзья мои. Если вы ложитесь спать в 12 в час, Если вы ложитесь спать в 8 в 9, к примеру, можно не есть после 6. Но если вы ложитесь в 2 часа ночи, не есть после 6, это будет у вас периодическое голодание. А этого нам с вами не нужно. Это то, что мы пытаемся сбежать как раз. Давайте подытожим тогда, чтобы сильно не растягивать ролик. Какие основные выводы по молочке? Ну, первое. Желательно, как я понял, не смешивать его с другими продуктами. Не, в коем случае, не употреблять молочку последним приемом пищи. Да. От тебя какие пункты? От меня. Вообще, просто слушайте свое тело. Если у вас нет такой задачи похудеть, и вы просто хотите здоровый образ жизни вести, слушайте свое тело. Что вам говорят? Если у вас дутье живота, если у вас газа после того, как вы покушали или выпили молоко, прислушивайтесь к себе и не говорите, что это там, а, это там оно пройдет. Это не пройдет, друзья мои. Если один раз, то да. Если это регулярно, организм посылает вам сигнал. И, конечно, следите за качеством продукта, который вы едите. И, конечно, научитесь, что очень-очень важно читать ингредиенты. Не хватайте что-то, потому что вы увидели это в рекламе. Переворачивайте и читайте, что в себе содержит тот или иной продукт. Еще можно добавить, что сейчас действительно появилось очень много возможностей заменить. Конкретно молоко, да? То есть творог и кефир заменить чем-то сложно, а молоко заменить можно. То есть я прекрасно, и даже мой муж теперь кушаем овсянку на миндальном молоке. Мне очень нравится кокосовое молоко. То есть многие говорят, что у меня непереносимость протеина в порошке, да? Я после тренировки, а мне не нравится протеин на воде. Вот поэтому, что же делать? На молоке вроде как нельзя, на воде не нравится. Что же делать? Все. Это я пропадала, да? Да. В общем, я себе делаю протеин после тренировки на кокосовом молочке. Она тоже есть низкой жирности, это очень вкусно. К протеину добавляется в ванильный вкус кокосика. Поэтому ищите возможности, если вам молоко не подходит, жить без молока. Это сейчас можно сделать в современном мире. Если вы любите творог, пожалуйста, кушайте его. Это прекрасный второй завтрак. Его можно творог или молоко добавить к овсянку на первый завтрак. Можно позавтракать греческим йогуртом. Уберите максимальную кисломолочную продукцию вечером. Кисломолочную убирайте ее на ужин и будет вам счастье. И в завершении этого ролика и в преддверии следующего очень важный момент. Как раз таки запомните, девчонки, когда говорилось о целлюлите, о том, что появляются какие-то выделения кожи. Если вы не хотите отказываться от молочки, если вы ее любите, вы обязаны отказаться от молочки в первую фазу цикла и в предминструальный период. Почему? Поговорим об этом в следующем ролике. Не отключайтесь и будьте с нами. Всем пока. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok